Несмотря на объявленное перемирие, жители Донбасса все еще остро нуждаются в медикаментах, одежде и в пропитании. При участии Евразийского координационного центра гуманитарной помощи Новороссии, Казачьей национальной гвардии, неравнодушные и отзывчивые люди собрали и доставили долгожданную помощь в Перевальск. Руководители благотворительного фонда «Дорога в мирную жизнь» говорят, люди собирают посылки всей семьей, несут все, что может хоть как-то помочь облегчить жизнь многострадальным жителям Юго-Востока Украины. Спасибо всем гражданам России, которые являются сейчас неравнодушными и помогают нам. Ну и, конечно же, действительно, самая главная забота о бойцах Казачьей национальной гвардии – это со стороны нашего атамана Николая Ивановича Казицына. Поэтому ему здоровья на многие лета и огромная благодарность искренне от нас. Гуманитарная помощь уже в Перевальске и доставлена по адресам. Вот больница, в которой с нетерпением ждали медикаменты. Благодаря вот этим гуманитарным помощям мы как-то выживаем. То, что в силу трудных времен очень много больных, травмированных, которые не получают ни зарплат, ни пенсии. Также много было гражданских, которых не имеет обеспечения, пространавших в результате боевых действий. Медсестра Наталья говорит, люди помогают, чем могут. Для исцеления больных один пасечник прислал мед. И здесь вот интересная такая надпись. Из Медовой губернии. Человод просто написано. А это специализированный интернат. Ученики и родители Новошатинской школы номер 3 с наилучшими пожеланиями передали воспитанникам все, что так любят дети. Спасибо, что вы с нами, что вы нас оберегаете, охраняете и не забываете. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Председатель фонда «Дорога в мирную жизнь» Александр Дородницын пригласил к сотрудничеству частные лица, предприятия, организации и всех, кому небезразлична судьба Донбасса и его жителей. Все неравнодушные люди, кто имеет какую-то возможность, мы всех приглашаем к сотрудничеству. И все административные органы, которые есть, мы только с открытой душой. Субтитры создавал DimaTorzok